Дом Исмайловых в нашем городе был не последний. Держание Магалитка отпустили в данном районе. Метерина и волны не родилась, бросается. Но по-нарожности была женщина очень приятная. Лидит Маг Бетонценского уезда. Это вольное очень изложение по мотивам. История, в общем, про обыденность зла. Про то, что вы увидите на сцене за моей спиной обыкновенную панельную пятиэтажку. Мы разглядываем время, разглядываем, насколько изменилась природа человеческая. И важно нам сказать, что все, что происходит, оно происходит не с кем-то и не где-то далеко от нас. А вот с такими же людьми, как мы, живущими, как мы, в очень обыденной бытовой среде. То ли на раз, то ли на льду, ты знай, что я тебя люблю люблю. Она живой человек. Так же и боится. Ей так же страшно. Ей так же хочется любви, как и всем, наверное, под солнышком. Поэтому живой человек. Это та женщина, которая находится рядом с вами. Вокруг, оглянитесь, таких женщин очень много. За стенкой, да. Одна из тех женщин, которая находится там за стеночками, нашит квартиры и так далее. Всегда очень сложно играть отношения, будучи в настоящих отношениях, потому что всегда нужно искать какую-то легкость. Как они в первый раз влюбляются, как они видят друг друга. То есть ты уносишься в воспоминания, как у тебя это было когда-то, 12-13 лет назад. Но, с другой стороны, сыгранность вот эта партнерская, она дает больше возможностей, больше откровенности и больше, скажем, такой сценической близости. Это шоковый спектакль. Я думаю, что зрителям, ну, ему непросто. Но я думаю, что это нужно видеть. Да, причем были отзывы такие зрители, ну, незнакомые рядом сидят. И одна говорит, что я читала, я знаю историю, поэтому даже, ну, мне было страшно. А рядом девушка, она не знала, не читала. И с каждым убийством она говорила, господи, господи, она же его убила, боже мой. Ну, то есть будет интересно и тем, кто в курсе, и тем, кто не читал и не знаком с произведениями.